Привет, дорогие друзья! Привет, дорогие зрители! Ну и чудо-комментаторы моё отдельное. Вам здравствуйте! Ну что ж, поговорим о Лёле Быковой. Ребята, досмотрела я вот этот кусок с её стрима с машины после заседания суда. Что я вам хочу сказать? Вы знаете, вот любит Лёля плавать, болтыхаться в этой грязи, в этом говне. Всё в усладу зрителям. Вы знаете, вот действительно всегда не зря говорят, свинья своё болото найдёт. Вот должно же оставаться что-то человеческое, должно же оставаться что-то личное. А здесь нет. Всё именно в угоду зрителям для того, чтобы на этом заработать. Ведь не зря Лёля мечтает о том, что этот ролик-стрим залетит, и она заработает с него целых 100 долларов. Ребята, вы знаете, столько грязи не каждый человек способен вылить. Потому что вот действительно, когда ты расстаёшься, здесь и показывается твоё истинное лицо, твоё обличие. То, что ты не видишь, когда ты живёшь с человеком. Но вот вся грязь при каком-то конфликте, вот таком разрыве и выплёскивается. Вы знаете, я не согласна с Женей в очень многом. Но при этом, при всём он себя ведёт намного достойнее. Хотя я бы сейчас на его месте вышла, я всё-таки рассказала, как это вижу я. И что происходило на самом деле. Потому что понятно, что информация предоставлена очень однобоко, так как выгодно и удобно Лёле. Но как же она его засирала? Она забывает, что тварь – это отец её детей. Ублюдок, да, быдло, там, как она его, мразь, как она его только и не называла. Это отец её детей. И вот, да, кто отец? Как тогда назвать Лёлиных детей? Ребята, вы знаете, для меня это самое худшее паскудство, когда люди расстаются, и вот такие начинаются потоки, извержения, вулканы. Вот этой, ну, я даже не знаю, как это назвать, этого болота. И вот хочется подумать, что зрители зрителями, ну, ты вспомнишь, что ты в первую очередь мать. Что вот этими оскорблениями, таким унижением ты в первую очередь причиняешь боль своим детям. Ребята, вы представьте, если дети сидят и слушают, как мать оскорбляет отца. И вот те вещи, которые она о нём рассказывает. Есть то, да, что-то личное внутри каждого, что нельзя обозревать, вываливать, да, вот на всёобщее обсуждение, не ради каких денег, не ради вообще ничего. Оно должно оставаться сугубо личным. Ведь Лёля забывает, что когда она срёт на него, вот эти брызги все летят на неё, потому что к ней становится всё больше и больше вопросов, на которых, понятно, ответы никто не получит. Очень удобно выставлять себя жертвой и рассказывать, как ты, бедная, все года страдала. Но возникает вопрос, а зачем ты страдала? Ребята, согласитесь, нелогично, если тебя с первого дня, как сказала Лёля, выгоняют с собственного дома, тебя избивают, ты бегаешь, скитаешься по соседям, но при этом ложиться с этим мужиком в постели и от него рожать. Простите, но когда тебя, как сказала Лёля, из дня в день называют свиньёй, животным, а как с ним лечь под этого мужика и получить от него удовольствие? Вот это для меня остаётся загадкой. То есть днём он её побил, избил, выгнал к соседям, а ночью Лёля примчалась, под бочок подлезла и давай трудиться или как. Вы знаете, я хотя бы не выносила бы эту грязь ради собственных детей. Вот просто для того, чтобы пожалела собственных детей и уберегла от вот этого дерьма. Вот просто уберегла бы. Для того, чтобы их друзья, их сверстники не ходили и не тыкали в них пальцем. И не рассказывали, какой у них отец. А ведь, согласитесь, дети могут влёгкую посмотреть эти ролики, и ведь они не понимают, да, что Лёля делает всё в усладу своим зрителям и себе любимой. А представьте, что будут творить с её детьми. Лёле и на это глубоко плевать. Деньги в любом случае не пахнут. Ребята, это ужасно. Это аморально, это паскудно и недостойно. Я даже не знаю, как подобрать нормальные слова, чтобы вот объяснить свои эмоции, которые я от этого испытала на шок. Это мягко сказано. Вот действительно, очень жаль, что за клевету нельзя привлечь. За оскорбление публичное нельзя никак привлечь, да, и нет никаких мер и рычагов воздействия. Потому что здесь идёт, да, оскорбление бывшего мужа. И вот интересно, 10 лет он был самый золотой. И Лёлю всё устраивало. И то, что он бухает, и играет, и, я не знаю, об неё ноги вытирает, избивает. Всё было здорово и зачётно. А сейчас вот полилась конкретная грязь. Вот эти вот оскорбления, чмо, да, ну как, как вообще это может сказать женщина, которая ещё год назад от него ходила беременна и рожала. Ребята, вы знаете, это действительно какое-то животное, которое оснашается любыми способами. А потом вот, я не знаю, ну как самка богомола. Вот, да, половой акт произошёл, и она там сожрала, да, или там чёрная вдова сожрала своего этого, оплодотворителя. Вот так для меня выглядит Лёля. Честно, даже хуже животного. Но и тут же Лёля не забыла отметить, что, как видите, я сегодня без донатов и упоминаний о них. Хомяки, держитесь. Алименты Женьке присудили маленькие. А Лёлька хочет очень много. И сказала, детей поднимать надо и отдыхать. Так что трудиться вам, родные мои, не покладая рук и ног и головы даже. Некогда будет, я не знаю, и в небо вам глянуть и вздохнуть спокойно, дух перевести. Но опять-таки Лёля была в шоке от решения суда. Потому что судья и вашим, и нашим. Судья не поддержал Лёли на требования. Она хотела денег и на своё содержание. Огонь. Хомяки, вы видите, какая Лёлька молодец. И с вас урвать, и с государства. Ещё, чтобы и Женька её содержал. Ребята, это нечто. Вот реально огонёк. Но судья сказал, что Лёля успешная. И вот здесь хочется отметить, хомяки, мотайте на ус. Судья, который реально объективно видел все её доходы, видел её расходы, не признал её несостоятельной. Не признал то, что действительно она там живёт в долг, как она вам впаривает. А признал её успешной женщиной. И опять-таки, для меня было очень странно слышать, когда Лёля рассказала о том, что она все чеки со стройки, за стройматериалы, за всё, всё предоставила в суд. А каким боком к алиментам стройка, расширение Лёлиного дома. Вот это для меня осталось непонятным. И хочется сказать, Лёль, так надо было и на машину показать кредитный договор, чеки об оплате и рассказать, как детям жизненно необходима была эта машина для покатушек. Но почему нет бомбить так по полной? Ты всё, что покупаешь, всё на Женьку испихивай. Пусть Паша трудень, как-то сказала. А вообще, ребята, да, вот я её смотрела и понимала, когда она кричала, я заработала, я заработала. Я не представляла, что в семье, когда живут вместе люди, кто-то может кричать, я заработала или я заработала. Я всегда считала, что это общий котёл и общая кубышка. Но Лёля более современный, продвинутый человек. У неё именно яколка работает вообще на стопудово безотказно. Лёля, кстати, очень возмущена решением судьи, потому что суд присудил Жене платить около 18 тысяч рублей алиментов на всех детей. Лёля считает, что это критически мало. И вы знаете, мне интересно, как бы вот Лёлька выкручивалась, не будь Ютуба, не будь донатов и не будь доходов, как бы она реально содержала своих детей. Сейчас очень удобно скидывать на то, что Женя был согласен, и мы типа размножались вместе. Но с другой стороны, Лёля забывает, как на стримах она регулярно кричит, я хотела детей, и я за них ответственная. Я понимала и осознавала, что я делаю. Они были желанны и долгожданны. Так вот здесь, ребята, у меня тоже возникает вопрос. А как многие женщины заглядывают в будущее и всякие, как бы проглядывают ситуации, которые могут быть, просматривают. И при этом, при всём, никто не рискует для себя в угоду себе. Конечно же, столько рожать. И как сказала Лёля, Женя возмутился, что она предоставила выписку с больничного, с больницы, что она лечилась. И здесь она его обвинила, что рожая для него детей, она теряла и гробила своё здоровье. Вы знаете, ребята, уникальный случай. Вроде бы ты же и для себя рожала, но виноват Женя, потому что Лёля теряла здоровье на родах. И вот возникает вопрос, а кто заставлял его терять? Кто заставлял себя так загонять, я не знаю, так истощать, измождать свой организм, рожать одного за одной? Ребята, кто заставлял? Мало того, выставила себя полной дебилкой. Тогда начала рассказывать, как Женя тусил по сайтам знакомств, писал пошлости, гадости. Саша только родилась, он уже Лёле изменил. Лёль, как ты это хавала? Я не поверю, что есть такие жертвы. Жертвы, вот согласитесь, тебя избивают, тебя гнобят, унижают, тебе изменяют, и ты после какой-то бабы под него подлазишь. Но согласитесь, я не знаю, я просто в это, ребят, не верю. Я не верю, что есть такие умалишённые люди, которые способны столько терпеть. Первый муж ресницы Лёльке подстригал, красить не разрешал, и она и там терпела. Этот теперь, значит, гулял, изменял, на сайтах знакомств висел, в игры играл, лёлиные бабки тратил, ни хрена не делал, только молился и бухал. И изменял, опять-таки. Возникает вопрос, как ты 10 лет это терпела? Как 10 лет, ребята, можно терпеть измены, побои, унижения и при этом продолжать рожать? То есть у Лёли даже ни одной мысли не закралась в башке предохраняться, вот не допускать. Я типа увидела, да, какой ты, и я не хочу, да, от такого человека детей. Понимаю, опять-таки, Лёля кричит, он бил и сбивал моих детей, и ты продолжала ему дальше их рожать. Для чего? Для побоев и битья. То есть ты это не остановила, не предохранилась никак, чтобы дальше над твоими детьми не издевались. Ребята, настолько лжи. Самое мерзкое и подлое было, когда она уже начала обвинять в этом маму. Я выбрала такого мужа, потому что это был сценарий моей мамы. Мама, прости меня, я тебя люблю, но это был твой сценарий, который я впитала и прожила. Ребят, простите, я вот не знала, что Лёльку мама потянула под 40-летнего мужика, разбила чужую семью, взрослых, зрелых людей. И Лёля в 15 лет легла под 40-летнего дядю. Это, наверное, мама её тоже под него подложила и сказала, Лёля, снышайся, и будет тебе счастье. Бегом его на себе жени, и всё у тебя будет хорошо. Это тоже мама ей, походу, этот сценарий прописала. Но, согласитесь, всегда Лёля ищет кого-то виноватых, оправдывая свои поступки. Вот как-то нелогично всё получается. То есть, мама, жертва хорошо, предположим. Но это не говорит о том, что и ты должна была быть этой жертвой. Мужик в открытую говорит, мой долг на тебе жениться, а Лёля рада стараться, бежит с ним в ЗАГС. И ребята вот смотрела и думаю, блин, когда-то же вы вроде любили друг друга. И зачем сейчас эта грязь? Зачем ради просмотра вот это всё выливать? Это, ребята, настолько мерзко, это настолько как-то подло. Да, я могу с ней согласиться по тем пунктам, что Женя действительно обязан содержать своих детей и факт остаётся фактом. То, что он сказал на суде, опять-таки, со слов Лёли, что он не претендовал на дом и на машину, здесь я тоже согласна. Ну, морального, скорее всего, права всё-таки не имеет претендовать, потому что, как бы ни было, там и восемь детей. И у детей должна быть крыша над головой, детям должно быть, где жить, на чём ездить, передвигаться и тому подобное. Но, опять-таки, всем доподлинно действительно известно, что деньги на машину, на вот этот шаран давала Лёлина мама. И действительно был куплен участок и за эти деньги был куплен дом в Туровке. Поэтому Женя всё-таки не имеет никакого права претендовать на это. Но и здесь, если разобраться, ребята, представьте, 10 лет прожили, и ты остался у разбитого корыта. Ушёл с голой жопой. А дали тебе два металлоискателя, плиткорез, Волгу и мопед, и при этом ещё кучу-кучу раз в догоночку этим упрекнули. А, кстати, Артём и Ульяна вообще налегке ушли. И у меня возникает вопрос, а был ли вообще у этих детей гардероб? То есть, в чём ходили эти дети? На чём спали эти дети? Чем вытирались? Посуда, вот эти все какие-то моменты. Где это всё? Было ли вообще у детей что-то? Или они носили обноски за Лёлиными старшими детьми? Потому что все видели, что дети очень плохо были одеты, особенно, когда только ушли от Лёли. Сейчас Женя там как-то подшевелился, как-то детей одело бул, но обратите внимание, дети ушли, походу, такие же голые боссы, как ушёл Женя от Лёли. И поэтому, когда ты вспоминаешь, что ты кому отдал, ну, ребята, ну, дёшево, очень дёшево, особенно, когда на это на всё давали хомяки. Согласитесь, укорять не своим как-то странно выглядит. То есть ты купила за чужое бабло, а упрекаешь, как будто свои потратила. Но опять-таки, это именно конёк Лёли. Ну и, конечно, поведала, что если Женя не будет платить алименты, он сядет. Интересно, вот она реально готова посадить отца своих детей? То есть представьте, как детям будет это всё пережить. Ну и, конечно, Лёлик рассказала, что Жене уже задолженность по алиментам более 70 тысяч. Вы знаете, честно, я не представляю, как он будет петлять и выкручиваться. Возможно, кабляковые алименты Ирины пойдут на перекрытие долго по Лёлиным алиментам, но я представляю, видя, как Женя не любит перенапрягаться, как это всё будет тяжко. Но опять-таки, Лёля отметила, что он принёс справку в суд по поводу того, что, я так понимаю, будет заниматься фермерством. Хотя, как он будет заниматься, тоже, честно говоря, слабо представляю. Ну и, конечно, добавила то, что выперла она Женю с дома шантажом. То есть, она поехала, сняла побои, написала заяву и сказала, что если ты рыпнешься, у меня есть свидетели, то я тебя упеку и, конечно же, ты сядешь. Поэтому было и непонятно, как Женя спокойно отступила от Лёли, когда Лёля кричит, что он абьюзер. Походу, с помощью шантажа. Опять-таки, если это, конечно же, правда. Далее, был, ребята, интересный момент. Все помнят, как Лёля всегда кричала по поводу того, что она 150 тысяч в месяц на питание детей тратит, а в суд она предоставила чеков на 9 тысяч в неделю. Но, опять-таки, уточнила, что чеки не все, некоторые она выкидывала. Его тоже мне стало смешно. То есть, двухгодичной давности она чеки хранила и собирала, а здесь, зная, что у тебя суд, конечно, Лёля все чеки выкидывала. Поэтому, по факту, на питание детей она тратит не более, но это потолочно. пусть даже что-то выкинула. Максимум 50 тысяч в месяц. А кричала 150, и это только на одно питание. Поэтому даже здесь Лёлька соврала. Ну и, конечно, сказала, что очень ей необходимо баня, снять стресс. Хомяки аплодируют в ладоши. Конечно, поддержали. Лёлька поведала, что пригласила некого молодого человека в баньку, но потом решила все-таки ехать домой к детям. Но банька обязательно будет. И вот смотрю и думаю, да, Лёлька как бы себе бабки выбивает, а хомяки ее поддерживают. Вот какие молодцы. Вы знаете, это вот предводитель и вот подчиненные, да, те, кто преклоняются перед ней. Действительно, ну вот скажи, кто твой блогер, и я скажу, кто ты. И этим все сказано на сегодня. Ну а я прощаюсь, ребят. Пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok